Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои очередные покупки из магазинов «Подружка». И начну я с крема для тела. Взяла я его не для себя, на подарок. Такие крема были в скидочных корзинах вчера и сегодня я даже видела. Были они с разными ароматами. Я взяла с ароматом банана. Давайте покажу поближе. И я видела, были еще с ароматом винограда, ванили, клубники и, по-моему, еще какие-то. И они отличались, у них отличались цветом сами упаковки. Мне кажется, эта марка не так давно появилась в «Подружке». Я помню, когда они еще продавались за полную стоимость, меня привлек дизайн упаковки. Но я подумала, что как-то небюджетно стоит этот крем. То ли рублей 300, то ли дороже стоил. И вот когда увидела со скидкой, решила, что возьму на подарок. Себе я не стала брать, потому что я крема для тела использую нечасто. И мне достаточно тех кремов, которые у меня есть. Поэтому вот решила, что ограничусь только одним кремом. Взяла еще я, конечно же, заколочки. Вот такой краб за 39 рублей. Крабами мы практически не пользуемся, потому что у меня, у дочки, волосы тонкие. Зачастую подобные заколки как бы сползают с волос, не держат волосы. Но, знаете, иногда дома я закалываю волосы, когда убираюсь или в ванной, к примеру. И я решила, что в любом случае или мне, или дочке пригодится. И решила, возьму, пусть будет. Потому что вот таких крабов у нас, по-моему, один или два всего. И взяла еще резиночку. Мне понравился ее цвет и ее дизайн. Тоже 39 рублей. Резинки всегда нужны. Я их периодически покупаю. И они также периодически у нас теряются. Конечно же, не прошла я мимо бижутерии. Взяла сережки. Они привлекли мое внимание своим дизайном. Просто они мне понравились. Вот такая красота. Не знаю, буду ли я их носить. У старшей дочки пока уши не проколоты. Хотя она периодически хочет проколоть. А у меня у самой уши почему-то ничего, кроме золота, не воспринимает. То есть я могу, например, одеть серебряные сережки, даже бижутерию. Но тогда у меня к вечеру ухо распухает. Поэтому я обычно только золото в ушах ношу. Но, может, знаете, куда-нибудь выгулю их. Вот так они выглядят. И давайте покажу. Еще взяла два колечка. Колечки я взяла либо дочке старшей, либо сама, может, буду тоже носить. Я уже говорила, что одно время, много лет я носила только золото. Потом перешла на серебро. Но последние годы мне стала нравиться бижутерия. Не важно, сколько она стоит. Если вот мне понравился дизайн, к примеру, то я покупаю. Ничего не вижу такого плохого в том, чтобы носить бижутерию. Взяла вот такое колечко. Давайте покажу примерно, как на пальце смотрится. У меня, правда, не сочетающееся с этим кольцом. Ну, вот так покажу. По-моему, очень миленькое кольцо. За такую цену, знаете, даже если пару раз выйти с ним. Хочется периодически что-то вот новенькое. Поэтому и взяла еще вот такое колечко. Но его я мерить не буду, потому что для меня оно маленькое. Но отлично подойдет старшей дочке. И вы знаете, дочке моей колечки понравились. У меня на самом деле дочке, если что-то не нравится, это и одежда касается, и обуви, и каких-то других вещей, она ни за что не оденет. То есть не так я сказала, и она одела. Поэтому она действительно носит только то, что ей нравится. Также и бижутерия. Если ей не понравится, то, конечно, она сразу скажет, нет, мама, мне не нравится, мне такое не надо. Дальше покажу. Взяла для сына брелок. Вот так он выглядит. Меня он чем заинтересовал? Тем, что здесь есть вот такое отделение, в которое он может вот сюда положить свою школьную карточку электронную, для того, чтобы она у него не терялась. Как-то, мне кажется, сразу вытащил брелок или прицепил его к рюкзаку. И карточка под рукой будет, потому что он у меня в том году и карточку саму пару раз терял, и чехол потерял от карточки, как-то умудрился. И когда я увидела в корзине, где были заколки, вот такой брелок, я решила, что возьму. Тем более, как мне кажется, здесь такой, ну, мальчуковый дизайн. И стоил он, нет, не 39 рублей, а 103 рубля. Вы знаете, я вот именно в этот раз заметила, ну, может, мне так показалось, что на некоторые товары, на которые раньше, допустим, 39 рублей бы подружка цену поставила, или 50 рублей, сейчас цена стала чуть больше. Ну, возможно, увидели, что народ берет подобные товары и решили, почему бы, правда, не сделать цену чуть подороже. Потому что, например, вот лежала еще кисть от Деко или Деко. Обычно, ну, такие кисти по 69 рублей идут. А тут, я смотрю, она 199, например, стоила. Я сегодня, вчера вот я видела. И сегодня, например, я была в том магазине, кисти уже не было. То есть я к тому, что народ берет и, ну, и за большую цену. Так, стоил он изначально, кстати, дороже. Триста сорок пять рублей. Ну, так выглядит. Сюда можно денежку положить, если сын захочет, например, в школьном буфете что-то себе приобрести. Так выглядит. Ну, вы знаете, когда я потом по делам пошла дальше и проходила мимо киоска, вот типа Союз Печать, я там увидела, например, вот такие чехольчики и взяла уже для дочки, потому что у нее порвался ее чехольчик. То есть вот здесь можно вот так вытягивать клипсы, которые держат. Были разных цветов и стоили 100 рублей. Я вот за 100 рублей дочке приобрела, чтобы она тоже сюда положила свою электронную карточку школьную. Это я к тому говорю, что, может, кому-то тоже подобные чехольчики нужны. Вот в киосках. Я просто раньше в киосках не обращала внимания, есть подобные или нет. А сегодня увидела и приобрела. И также, что касается, хотела быстренько сказать того, что вот многие ничего в корзинах не видят. Я, знаете, иногда на ютубе в поиске набираю вот просто покупки в подружке. Интересно иногда посмотреть, кто что покупает, что народ больше интересует. И вот я, например, одну девочку смотрела. У нее было видео о покупках именно по скидкам из подружки. Причем я так поняла, что вчера она делала покупки. И вы знаете, она показывала там многие средства очень по хорошей цене, которых я у нас, например, я вот была, по-моему, в трех магазинах вчера. Я ни в одном такие средства вообще не видела. Хотя я с утра была. А девочка показывала средства какой-то то ли швейцарской фирмы, то ли что-то типа того. Не помню название. Но там гели для душа, еще что-то объемом 400 миллилитров. Изначально цена была, по-моему, 400 рублей. Но об этом девочка сказала. И потом я на сайте посмотрела. Была цена, по-моему, 399 рублей. А девочка за 100 рублей купила. Из этой марки несколько средств 400 миллилитров по 100 рублей. И она сказала, что в магазине их было очень много. Я, например, у нас вообще такую марку не видела. Но, может, за полную стоимость она и была. Я просто уходовую косметику редко на стендах смотрю. Могу просто мимо пройти. Редко меня что-то заинтересовывает. Но вот так, чтобы прям рассматривать, нет. И также она показывала, например, какие-то средства от марки Эпью корейские. Тоже по хорошей цене. Какие-то сыворотки. У нас я, например, этого тоже не видела. То есть кому-то кажется, что я много удачно всего беру. А я на самом деле, когда смотрю вот такие подобные видео, я понимаю, что я даже, знаете, наверное, десятой доли не вижу в корзинах того, что вот берут многие другие девочки у себя где-то в магазинах. Ну и давайте это я отвлеклась. Просто дальше покажу. Приобрела я зубные пасты. Они были не в скидочных корзинах, а там, где все зубные пасты. И на них был желтый ценник. Стоили они каждое 89 рублей. Первоначальная цена была чуть ли не в два раза дороже. Но в самую первую очередь меня на самом деле привлек дизайн упаковки. Показался он мне немного странным, но при этом интересным. И я, если честно, может, конечно, не обращала внимания. Вообще не видела зубные пасты от этой марки. И поэтому я решила, что возьму, попробую. Я не знала, какую выбрать. Их вот было два вида. И я решила, что зубные пасты в любом случае всегда нужны. И я возьму обе попробовать. И, как вы видите, первые у нас кедровые. Я и сегодня видела такие зубные пасты. То есть не так, что вот их раз и разобрали. Так, для здоровья зубов. Я думаю, не буду я читать. Вы видите информацию. Вторая брусничная для укрепления эмали. И давайте одну мы с вами откроем. Коробочку посмотрим. Меня, конечно, удивила вот эта коробочка такая. Это, наверное, какая-нибудь экологичная серия. И вот сама зубная паста. Так выглядят. Информация, кому интересно. Я не знаю, сколько эти зубные пасты стоят в других местах. Знаете, возможно, они есть там в Пятерочках, в Дикси, еще где-то. Просто я очень редко бываю в магазинах. Поэтому, может, я их взяла. Может, они так и стоят везде, как в Подружке по желтым ценам. Я не знаю, в каких магазинах они еще есть и сколько они стоят. 75 миллилитров объем. Давайте посмотрим, зафольгированы или нет. Да, вот вы видите, зафольгированы. И потом, когда у меня до них дойдет очередь, я в пустых баночках покажу и скажу свое мнение. Кстати, вот здесь, видите, коробочка. Вот она вынимается. Такая картонная. И вылетела еще какая-то у меня бумажка. Давайте вам покажу. Вот такая бумажка вылетела у меня сейчас из коробочки. Рецепты бабушки Агафьи. Кому интересно, информация. Вот такая информация. Ну, это, конечно, были не все зубные пасты, которые я взяла. Взяла я еще пасту от Сплат. Тоже был желтый ценник. Тоже все зубные пасты, которые я взяла, не в корзине были, а вот на стенде с зубными пастами. Я смотрю, куда я уже чеки делала, чтобы вам не соврать и сказать точную стоимость. Так, эта зубная паста стоила 69 рублей. Первоначально цена тоже дороже была. 100 миллилитров у нас уже здесь. Здесь марка эта хорошая. Конкретно такую зубную пасту я не пробовала. Ликовый гель. И я решила тоже возьму. Зубные пасты много места не занимают. Как я уже сказала, расходуются, конечно. Ну, медленно, но расходуются. И я решила, пусть лежит, что я ее попробую. Меня просят часто показать запасы уходовой косметики. Мне, конечно, не знаю, не то, что стыдно сказать, но я как-то, знаете, к уходовой косметике, можно так сказать, равнодушна. Я, например, в магазине очень редко, когда на стенде, вот, что-то меня может заинтересовать, и я прям встану смотреть. Обычно я покупаю, вот, или если что-то мое внимание привлекло, или вот конкретно, если вот, например, шампунь закончился, мне нужен шампунь, я пошла и купила. Особо у меня никаких запасов нет. Ну, если не считать, там, может, пары-тройки лишних гелей для душа, или шампуней, или вот зубных паст, тоников или кремов для рук, то есть того, чем я часто пользуюсь. Ну, таких вот особо никаких запасов нет, показать мне особо даже нечего. У меня сразу обычно в использовании, например, 2-3 шампуня, 2-3 геля для душа и также крема для рук, например, потому что надоедает одним чем-то пользоваться. Ну, и, например, что касается шампуня, я замечаю, когда у меня волосы привыкают к шампуне, если одним пользоваться, то мне уже не нравится, вот, какой эффект, как выглядят волосы после того, как я их помыла. Поэтому запасов у меня как таковых нет. Мне кажется, даже по моим покупкам видно, что я нечасто покупаю уходовую косметику. И покажу, не пугайтесь, еще две зубные пасты. Так, зубная паста, это у нас, по-моему, корейская марка, 20-80, не зубная паста от этой марки, нравится, по крайней мере, те, что я пробовала. Это у нас идет зубная паста. Тут просто разная цена была. Для чувствительных зубов стоила она 99 рублей. Тоже желтый ценник на нее был. И я взяла. Потому что многие такие пасты уже, ну, по-разному, конечно, стоят. Какие-то 200 уже рублей почти. Какие-то 150. Давайте покажу поближе информацию. И конкретно такую зубную пасту я не пробовала. И уже за 77 рублей тоже желтый ценник был. Взяла еще вот такую зубную пасту. По-моему, свежесть дыхания у нас идет. Там еще какие-то зубные пасты были, желтые ценники, скидки. Но я вот взяла те, которые меня прям заинтересовали. Свежесть дыхания это у нас. Тут, как знаете, серия редко, но метко. Я зубные пасты не часто покупаю. Даже бывает, не подхожу к стенду, не смотрю. Тут просто мимо стенда проходила. И мы просто вот на глаза попались. А тут вот, видите, набрала так набрала. И давайте покажу, что еще взяла. Не прошла я мимо скраб варенья для рук обновляющей брусничной. 47 рублей стоил тоже желтая цена была на полке. Я потом в другом магазине, по-моему, еще видела такую зелененькую баночку с ромашкой. Ну, из этой же серии за 47 рублей, но уже брать не стала. Потому что, ну, мне для того, чтобы вот попробовать, что это такое, эту марку, достаточно будет одного. Один у меня пойдет на подарок, а второй я оставлю себе. Так. Перетертые сахаром ягоды таежной брусники. Такая информация. Изначально дороже стоил, но дороже стоил, я имею в виду, в подружке. Я не знаю, сколько подобное в других магазинах стоит. 100 миллилитров. Не такой уж большой объем. И у меня, кстати, скрабов для рук именно не было. Поэтому тоже будет интересно попробовать. И еще взяла скраб вареницы для тела антицеллюлитной с облепихой. Желтый ценник был, стоил 77 рублей. Скажу вам честно, в первую очередь я взяла из-за упаковки. Я давно смотрю на эти баночки. Ну, сам дизайн баночки мне понравился. Так они, по-моему, стоят 155 рублей. Ну, так как для меня не первая необходимость скраба у меня есть, я считаю, достаточно у меня скрабов. Я не брала, но решила, что раз желтая цена, я возьму одну баночку, вот просто попробую. Плюс вот баночка будет у меня такая. И потом уже в другом магазине тоже, в другой подружке, тоже по желтому ценнику, я увидела скраб вареница, но уже не антицеллюлитная, а какое-то другое. Я помню, что оно было такого бордового цвета, по-моему, то ли с малиной, то ли тоже с брусникой. Ну, я уже не стала брать, потому что, в принципе, мне вот одного хватит, чтобы попробовать, что это за продукт. И взяла я еще по 39 рублей, тоже я взяла именно с полки. Но в другом магазине я потом такие баночки видела именно в скидочной корзине около кассы, и их уже как бы себе отбирала женщина. То есть она их взяла, сразу пошла платить. Ну, вот я у нее баночек, ну, вот так, быстрым взглядом, но баночек 7 у нее точно было. Ну, вот каких именно, я не знаю. Ну, то есть разные они у нее там были. Я же в том магазине, где брала только 3 баночки, увидела со скидкой, и взяла тонизирующий скраб для тела. Такая информация. Полирующий скраб для ног. Скраб для ног у меня тоже еще не было, решила попробую. И освежающий крем для ног. Для ног вот именно, чтобы крем для ног был, у меня нет сейчас крема. У меня был крем, который мне Светочка присылала, но он у меня закончился, я вам показывала, в пустых баночках. У меня ноги не проблемные. Если, как бы, мне хочется их кремом намазать, я иногда использую крем для тела. Ну, вот, за 39 рублей решила, возьму, попробую. Ну, вы знаете, я потом на сайте посмотрела, я так поняла, что чуть ли не... Может, эту марку подружка из ассортимента выводит. Может, конкретные вот продукты. Но у них там много видов, которые по 39 рублей. Я так подозреваю, что в других магазинах, ну, и другие еще были варианты. Я еще вот за 39 рублей видела банановый крем для рук. Тоже в такой баночке. Но так как у меня сейчас кремов для рук достаточно, плюс у меня такой банановый крем уже был, а я все-таки люблю что-то новенькое пробовать, я не стала брать. А так просто тоже видела. Дальше покажу быстренько. Взяла я по 69 рублей лаки для ногтей. К лакам для ногтей я, можно так сказать, равнодушна. В корзинах я их часто вижу, но крайне редко, когда приобретаю, если только вот уж прям совсем у меня какой-то оттенок зацепит. Здесь я лаки взяла в основном на подарок, но, возможно, один я лак себе оставлю. Это у нас Салли Хансен. Надеюсь, я правильно произношу. Вот так выглядят. Я не знаю, сколько они изначально стоили, но когда вот я смотрела видео другой девочки, и она там тоже показывала, что она вот таких лаков много приобрела, она говорила, что они изначально чуть ли не 500, или нет, 500, она вроде сказала, рублей стоили. Я не знаю, не могу сказать. Мне просто понравились оттенки. Я решила, марка, насколько я знаю, это хорошая. Сама я не разбираюсь в лаках для ногтей. И я решила, вот что возьму. Так, и, по-моему, последнее, что я вам хочу показать, что я взяла, это был хайлайтер от Wet n Wild. Этот хайлайтер я взяла на подарок. У меня такой хайлайтер у самой есть. Я давно его хочу приобрести на подарок, но не всегда он есть в наличии. Даже сегодня этот хайлайтер был в единственном экземпляре, но было несколько хайлайтеров в другом оттенке, в более светлом. Стоил он изначально, кому интересно, скажу. Так, стоил он 319 рублей. Мне со скидкой в 255 обошелся. И, кстати, для тех, кто не знает, сейчас именно на сайте подружки, на все, по-моему, на весь ассортимент, который есть именно в интернет-магазине, идет скидка 15%. Там даже на сайте цены, вот как бы первоначальная цена зачеркнута, указана со скидкой. И я так поняла, что эта скидка действует именно только в интернет-магазине на онлайн-заказ. Мне даже смс-ка приходила. Но у меня скидка по карте, по моей в этом месяце 15%, плюс до 12 часов дня я стараюсь бывать в магазинах. Это еще 5%. То есть у меня получается скидка 20%, поэтому мне зачастую выгоднее приобрести именно в магазине, не в интернет-магазине. Ну и плюс я люблю, если я что-то беру, все-таки, ну как, видеть. Просто для тех, у кого единственная возможность, к примеру, приобрести товары из подружки, это интернет-магазин, то это я вот для вас, скажем так, сообщаю, что, может, вы тоже что-то захотите там именно со скидкой для себя приобрести. И давайте, кому интересно, я вот это мой хайлайтер сделаю сводч. Может, кто-то тоже захочет себе такой приобрести или заказать на сайте, если там есть. Вот такой красивый перелив. И вот такая красота. В самих подружках, по-моему, очень мало магазинов, где представлена марка Wet n Wild. То есть не во всех магазинах эта марка представлена. И вот в тех магазинах, где я бываю, там раньше вместо этой марки вот на стендах стояла косметика Диваж. Потом получилось так, как я понимаю, что подружка решила больше с Диваж не сотрудничать. Марку Диваж из подружки убрали. И вот в некоторых магазинах, на тех стендах, где когда-то была косметика Диваж, появилась косметика Wet n Wild. Вот такая красота. Если растушевать, конечно, не так уже ярко смотрится. И это все, что я приобрела. На самом деле, и я думаю, по моим фотографиям в Инстаграм было видно, что в корзинах было больше разного скидочного товара. На самом деле, видела я его еще больше, но я, если честно, стесняюсь фотографировать в магазине. Тем более, зачастую вот эти скидочные корзины прямо около касс находятся. Поэтому были, знаете, еще помады от Буржуа по 69 рублей, но именно в таких как бы красных оттенках. Я даже, скажу честно, сначала их взяла, положила к себе в корзину, походила по магазину, посмотрела все и поняла, что нет, что у меня сейчас достаточно средств для губ, что я не буду брать. И еще было много блесков от Эвелин. Тоже по 69 рублей. Ну, я тоже решила, что мне пока достаточно тех блесков, которые у меня есть. То есть я, конечно, не говорю, что я вообще не буду блески приобретать. Если прям что-то, вот прям совсем мне понравится, конечно, я приобрету. Ну, вот те, которые были, я решила, что нет, что я спокойно могу обойтись без них. И это было все, что я вам хотела показать. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. и до новых видео, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok